Ну, говорю, что типа боюсь себя короче стать с тобой сегодня. Страшно мне, что будет дальше. Сказала, что сегодня целый день пыталась как бы через себя чуть-чуть перешагнуть. Но, к сожалению, поняла, что эта вчерашняя ситуация меня очень сильно оттолкнула от него. Когда я сижу, плачу, рассказываю ему, что мне сейчас плохо, мне сейчас тяжело, не надо меня трогать. Он встает вот так с кровати, на шарике наверху, он прыгает вот так за шариком и веселится. Ну, то есть ему вообще все равно, что я ему говорю. Что может быть защитная маска? Что мне тяжело, а он просто как бы за шариком прыгает. Мне кажется, это просто может быть защитная реакция. Ну, либо он совсем так. Я к Владу подошла, говорю, Влад, типа я честно боюсь сегодня, что типа будет ночью. Ну, и Влад сказал, типа, Назар, не обижай меня, типа там, девочку. Хватит уже. Я даже хотела пойти в дом сегодня перед Лобным. Назара за мной по пятам ходила, я говорю, я хочу в дом сходить сюда. Назар мне говорит, нет, типа пойдем лежать в комнату. Я говорю, не надо, мне типа что-то запрещать, что-то делать. С тем, как ты проводишь агитацию, сомневаюсь, что еще одна девочка останется на этом проекте. Какая агитация, я еще не агитирую ничего. Так это и до, это очень плохо агитирую. Конечно, надо. Ну, ты агитирую за ним. Начинай заранее, покажи коллективу о том, что ты действительно настроен на что-то, а не просто так пугаешь кого-то. Там уже люди предлагают тебе снять, извините, девушку легкого поведения, лишь бы ты расслабился, хотя и мыслей таких не было. Не надо. Чушь. Это не чушь. Мы это обсуждаем, потому что нам жалко человека. Потому что мы... И это не ты тот человек. Как? Точно слушать. Какой случай? Слушать точно. Слушать точно? А поступки твои не тошные. Нормально все. Адекватно вообще. Стареет болтать своим этим, а потом говорит, ну хотя бы хоть что-то сделай руками. Все нормально. Я лично это слышала. Здравствуйте, я не... И что теперь? На второй день идти, ой, на второй день идти и пацану ойзем. Ты что форсируешь события? Нет. Чересчур. Просто хорошо. Не так, не так было. Я живу за стенкой от тебя. Что, Мик? У всех девочек ты вызываешь уже реально опасения. Назар, в начале, когда ты думаешь, это Ангелина пришла, ты тоже приходил на колене, тебе немножко меньше внимания. А с Настей начиналось то же самое. Ты настойчивый такой, у тебя он напористый. Я не вступаю. С Настей вообще совсем другое стало. Ну, ты знаешь, внимание, немножко напористый. Он не живет. Как этого бояться? Тебе нужно немножко варьировать с этим. Знаешь, не постоянно идти в атаку. А ты прям вот, девушка появилась первую ночь, и ты уже все, давай. Ну, она тебе не должна ничего, понимаешь? Походишь, приезжай. Просто это будет точка, вот, просто разведись, мне кажется. Я ему сейчас сказала, что я обманываю. Смеря его, вы себя. Ну, так тоже некрасиво, я типа. Ну, что такого? Мы расстались, надо, значит, раздрежаться. Я ему просто сразу сказала. Я ему сейчас сказала, что я выбираю шансов. Купила, я говорю. Я у тебя лучшую.